всем привет кто не знает меня зовут маша и сегодня у нас прямой эфир с ответами на ваши вопросы которые поступали мне в директ потому что приходит много вопросов одинаковых и мне в принципе удобнее ответить на них прямом эфире для того чтобы другие люди которых тоже такие же вопросы получили на них ответ и получается что я трачу меньше времени на одинаковые ответы на вопросы а вы узнаете ответы на вопросы которые возможно тоже бы хотели узнать но может быть стеснялись спросить или думали об этом или у вас эта ситуация еще не случилась в этот раз эфир я дополнительно записываю на телефон потому что в прошлый раз инстаграм затупил и не сохранил очень классный эфир с ребятами из штатов которые отвечали на ваши вопросы и рассказывали как там и что с доставкой товарами и прочим 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 а фишка в том что почему слетает инстаграм у меня я если я хочу что-то написать в комментарии да у меня выпадает клавиатура с текстом и все то есть обратно я ничего не могу вернуть если кто-то может то напишите пожалуйста ответы на вопросы чтобы я могла прикрепить тему и те кто заходит они могли видеть пока люди подключаются еще расскажу кто следит за stories я думаю вы помните что я начала отписку неактивных подписчиков пока что делаю это вручную чтобы не поудалять никого лишнего это конечно очень занудно вот я написала человек 500 то есть там есть и какие-то боты есть действительно хендмейдеры у которых куча подписок и они не видят меня и есть магазины которые на самом деле уже я так понимаю не работают то есть не были какие-то публикации двадцатом году девятнадцатом году но подписках они висят и к сожалению на самом деле это и правда очень сильно понизило мои охваты по крайней мере в stories пока что так татьяна спасибо большое я прикрепила тему вот и я вижу что действительно охваты по stories прям сильно упали надеюсь что в дальнейшем это вернется все обратно вот ну что давайте тогда я буду читать вопросы здесь что у меня ноутбук я и скинула сюда да потому что телефон у меня занят и буду вам на них отвечать а потом если что у вас возникнут вопросы я поотвечаю и на ваши здравствуйте подскажите есть два варианта новый магазин открыть или старый оживлять а если каждый день с ним работать одинаково то какой вариант выбрать стали старый или новый благодарю эту тему я уже обсуждала неоднократно также stories про то что если вы будете одинаково прикладывать усилия то нет разницы старый магазин или новый а но то есть в официальных правилах эти написано что ну как бы вы не можете открыть точно такой же магазин новый если закрыли старый до 2 3 можно другие но точно такой же как бы дублировать они не очень это поощряют но не думаю что за это будут какие-то санкции проблема в том что у эти бывает наблюдаются автоматические блокировки магазина то есть они могут заблокировать магазин новый без какой-либо причины и нужно им писать чтобы они его разблокировали то есть просто вам придется ждать какой-то период времени в неделю 2 3 4 кому как отвечают чтобы его обратно разблокировали то есть поэтому старый либо новый решать вам но учитывайте что старое название вы уже использовать не сможете а какой-то существенной разницы нету идем дальше так что делать если посылкой наконец-то дошла до техаса 38 дней но теперь статус неудачного попытка вручения подскажите пожалуйста как быть а смотрите в этом случае вам нужно написать вашему покупателю о том что посылка то есть уже где-то возле него она же прибыла но был статус неудачная посылка вручения что то есть ему ее не удалось вручить и ему нужно связаться с его почтовым офисом то есть и договориться чтобы посылку ему либо доставили либо для того чтобы он пошел почтовый офис и посылку забрал вот те кто смотрел эфир с моей подругой из штатов там мы разговаривали о том как посылки доставляются в сша то есть чаще всего их приносят либо под дверь человеку даже не всегда могут позвонить то есть просто ставят под дверь посылку и уходят бывает в квартирах есть специальные почтовые комнаты то есть там сохраняться все посылки там также оставляют и люди потом приходят и смотрят кому что пришло и также бывают случаи то есть почему может быть неудачная попытка вручения это может быть какой-то закрытый комплекс куда почтовый он не может добраться чаще оставлять какую-то реакцию на входе на почтовом ящике и посылку нужно забирать уже в отделение поэтому здесь ничего страшного напишите ему на эти и также можете продумать на почту обычно после неудачного вручения посылку забирает она вручается там течение знаю ну двух четырех дней вот снова повторяющийся вопрос слушайте а маша добрый день можно я вас прошу как и профессионала открыла магазин на эти в ноябре девятнадцатого года но дело не пошло посоветуйте пожалуйста открывать новый и реанимировать буду благодарна за ответ то есть то же самое что и вопрос про новый либо старый магазин дальше был вопрос готовы ли американцы платить за доставку наших товаров или больше больше нравятся товары free shipping то есть доставка бесплатной но смотрите здесь такой вопрос что нет такого что кто-то любит доставку бесплатную а кто-то любит доставку платную то есть здесь будет зависеть от вашей ниши да что чаще предлагают ваши конкуренты и будет зависеть от стоимости вашей доставки потому что если стоимость вашей доставки очень дорогая то будет проблематично включить ее в стоимость то есть если доставка стоит ну товар тяжелый да там 20 долларов допустим менять клиентка у нее картины то есть у нее там доставка стоит по 5 8 5 8 тысяч по моему вот примерно так как бы и такую стоимость уже включать сумму товара довольно таки проблематично вот то есть можно либо эту сумму тогда разбить чтобы уменьшить стоимость доставки чтобы покупателям не было так как видно, за нее переплачивать. Либо вы смотрите, какая стоимость доставки у других продавцов и как бы ищите какую-то среднюю стоимость. Даже посмотрите, вот я, то, что выставляла подборку пасхальную, там в основном доставка у всех платная. И из Штатов магазинов, и у магазинов из Европы. Где-то есть у меня картинка забавная. Я постараюсь его найти. Там сидит два корреспондента. У одного один микрофон, а к другому, то есть у другого много микрофонов. И тот, у кого один микрофон написано, стоимость товара 7 долларов, доставка 3 доллара. А тот, у которого много микрофонов, написано, стоимость товара 10 долларов, доставка бесплатная. То есть если стоит доставка бесплатная, то это не значит, что вы за нее платите. Просто ее обычно включают в стоимость товара. Добрый вечер, возможно, сможете мне помочь. В 2012 году создала магазин на Etsy. За это время было несколько листингов. Бесплатные, конечно, я профукала. Начала обучаться с прошлого года, реанимировать не удалось. И поменяв e-mail, закрыла его. Теперь новый «Открыть не могу» не предлагает такой опции. Предлагает renew, теперь не знает, что делать. Скорее всего, я думаю, проблема в том, что вы регистрируете на старую почту. Просто создайте новую почту, на которую у вас ранее не был зарегистрирован магазин, и уже открывайте на нее. Потому что, скорее всего, вы вводите старую почту, и ваш старый магазин к ней подвязан. И он вам предлагает магазин только обновить. То есть у него привязка уже к той почте. Потом, кстати, вы слышали про программу «Самурай», типа «Мармолит» и «Еренко». Может, кто-то уже пользовался. Они предложили мне бесплатно затестировать их сервис. Я пока что еще не отвечала, потому что что-то пока что не нашла на это время. Вдруг кто-то что-то слышал или пользовался. Напишите, если это того стоит. «Добрый день, помогите, пожалуйста. Первый раз отправляюсь за границу. В СН-22 указываем реальную стоимость или занижать? Посылка идет в штат Нью-Йорк, стоимость 110 долларов. Как поступить? В США вы можете стоимость не занижать, потому что у них очень высокий порог. У них идет 800 долларов. То есть это сумма, которая налогом не облагается. Добрый день. У вас большой опыт работы на Etsy. Не могли бы вы объяснить логику действия Etsy в моем случае? Сейчас. На самом деле не всегда возможно объяснить логику действия Etsy, к сожалению. «Создал магазин с цифровыми товарами. Он просуществовал неделю. Там начались неплохие продажи. И в один момент его закрыли. Написал письмо в техподдержку Etsy два дня и ответа нет. Связался с ними через чат. На мой вопрос, почему закрыли аккаунт, ответили общей фразой. Мы прекратили с вами сотрудничество. Восстановление аккаунта невозможно». Ну, здесь я не знаю, во-первых, что именно вы продавали, но у меня есть подозрение. Раз это цифровой товар и у вас сразу же пошли неплохие продажи, «Скорее всего, вы нарушали авторское право. И, видимо, на вас пожаловались правообладатели, и магазин был заблокирован». Ну, скорее всего, я думаю, что это либо Гарри Поттер, либо от Марвел, либо от Дисней, что-то из этого. Вот. Я спросила тоже у человека вопрос в личку, что именно он продавал, как бы не связано, надеясь с нарушением авторского права. Почему-то мне кажется, что он ответит положительно. «Добрый день! Скажите, пожалуйста, не нашла в постах на эту тему. Стоит ли название магазина писать, например, «Москва» или «Американцы это не любят и не будут покупать?» Плохо относятся к России. «Если поменять название магазина, исчезает ли он на какое-то время или нет, заранее спасибо». Название магазина. Первое. Ребята, вы можете писать «Москва», не переживайте. Если человеку понравится товар, он не посмотрит «Важное, это эти русские! Путин испортил наши выборы! Я не буду там ничего заказывать!» Ну, как бы, навряд ли такое случится. Плюс многие даже могут не найти вкладку, где у вас будет написано «Москва». То есть это имеется в виду название вашего города, которое у вас находится под названием магазина. То есть многие там даже не оказываются, когда щелкают именно на товар. А не на магазин. А когда уже, то есть они уже будут оформлять заказ, у них будет написано, что доставка идет из России. Как бы, в любом случае, вы не скроете, что вы находитесь не в России, а в каком-то другом загадочном городе. Поэтому не переживайте, смело ставьте. Кстати, китайцы ставят, тоже не стесняются. Если поменять название магазина, исчезает ли он на какое-то время или нет? Нет, если вы меняете название магазина, то он у вас не исчезает. Бывают на эти глюки, что магазин просто может исчезнуть, но сейчас стало уже реже. И это не только из названия магазина. Это бывает, что если поменять PayPal адрес, такое случается, это решается тем, что нужно написать в техподдержку лучше в час. Наверное, будет сейчас вопрос, как узнавать непропавленный магазин из поиска. Просто вводите полное название вашего листинга в поисковую строку на Etsy. Если товар ваш находится, то ваш магазин показывается. Через какое время нужно писать заявление на розыск? У меня две недели не обновляется трек, уже пора. Смотрите, здесь нет такого больше четкого времени, через сколько. То есть, если вы пишете, либо если у вас трек давно не обновляется и не двигается никуда, либо если уже большой срок прошел тоже, и там трек, например, у вас обновлялся, и потом непонятно, куда делать посылка. Даже когда вы трек пробиваете на сайте Почта России, он вам сам пишет. Давно нет обновления трек номера, вы можете подать заявление на розыск. Поэтому, как вам комфортно, если давно нет никакого обновления, смело пишите. Так, дальше. Добрый день, заметила, что офсайт ЭДС постоянно рекламирует только один мой листинг. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит, можно ли на это как-то влиять? Это вопрос про рекламу, которая внешняя. Вы знаете, что за внешняя реклама на Эдсе? Если знаете, то как-то поставьте какие-нибудь плюсики и что-нибудь напишите. Если нет, то я подробно расскажу. Что за непонятка с доставкой в Германию? Вы можете написать более подробно, что вы имеете в виду, потому что вопрос, что за непонятка с доставкой в Германию, может означать много чего. То, что я знаю про непонятки в Германию, это про то, что часто сейчас возврат идут из Германии. И про Германию я скоро готовлю пост на YouTube, скоро тоже про него выложу. Надеюсь, что скоро, потому что тяжело на самом деле записывать видео на YouTube, монтировать их. Нужно хорошо выглядеть, хорошо все снять. И нормально все рассказать, чтобы это было подробно и доступно. Смотрите, это внешняя реклама в сайт Эдсе. Я про нее записывала тоже видео на YouTube. То есть у нас есть реклама внутренняя, а есть реклама внешняя. И вот внешняя реклама, то есть вы можете ее включить либо отключить. Если у вас товар продается, то вы платите с нее, так, я уже забыла. Если вы выбираете, то 15%. Если у вас сумма оборота в год 10 тысяч долларов, то вы не можете ее отключить и платите с продажи 13%. Но вы платите только в том случае, если ваш товар продался. По-другому никак. И эта реклама ей полностью управляет Эдсе. То есть они сами решают, какой ваш товар они будут продвигать и на какой площадке. То есть в дальнейшем вы можете только увидеть, на какой площадке у вас была продажа. То есть это был Google, это был Pinterest, это был Instagram. То есть здесь вы не можете никак решать, какой товар рекламировать. И здесь, то есть они, почему у вас рекламируют один и тот же листинг, скорее всего, потому что он хорошо у вас продается. То есть действительно я наблюдаю, что есть какие-то листинги, вот в одном из магазинов, которые я веду. Там есть товар-бестселлер уже второй год подряд. И в принципе его тоже очень активно Эдсе продвигает на других площадках, да, с помощью внешней рекламы. То есть здесь логически понятно, почему. Он видит, что товар пользуется спросом, значит, следовательно, его нужно рекламировать больше. Потому что больше шансов, что его купят, и эти получат комиссию, как бы вернет процент рекламы небольшой, то есть до половины стоимости, и также получат комиссию из продажи. Здравствуйте, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Я указала неверный трек-номер к уже отправленному заказу. И уже почему-то не могу его изменить. Смотрите, если вы указали неверный трек-номер в окошке на Эдсе, да, то есть там, где у вас заказы, изменить его нельзя, тогда вы просто пишете клиенту личное сообщение, что извините, я написала неверный трек-номер, вот трек-номер верный. Как бы, в принципе, здесь все, такое тоже бывает, ничего страшного. По-моему, там его можно изменить в первые секунды, вот, ну, раньше было так, а потом уже нельзя. Сейчас, честно не знаю, давно уже не возникало потребности его изменять. Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я в своем магазине размещать товары не только своей, но и моей родственнице, которая классно шьет? Да, вы можете так делать, даже когда вы будете выставлять листинг, у вас там будет такой выбор графы, кто сделал этот товар. Этот товар сделал я, этот товар сделал сотрудник моего магазина, или этот товар сделала какая-то другая компания. То есть, но если товар сделала другая компания, это имеется в виду либо товары для творчества, либо винтаж. Поэтому, если вы выставляете там товары для своих родственников, ничего страшного тоже в этом нет. То есть, Etsy за это никак не наказывает и никак не блокирует. Добрый день, вчера открыла магазин, сделала два листинга, и не могу найти их на сайте Etsy. Сегодня написала в техподдержку, они до сих пор мне не ответили. Что делать и как долго ждать ответа? Здесь тоже похожа ситуация на ту, которую я рассказывала ранее, про то, что магазин выпал из поиска. Здесь, во-первых, подождите хотя бы три дня, потому что бывает так, что после открытия нового магазина иногда листинги появляются только спустя два дня. Если он не появится спустя три дня, тогда смело пишите в техподдержку о том, что вашего магазина... Так, мне кажется, все, я снова с вами. Так, на чем я остановилась? Секундочку. Про поиск, про пропажу магазина. Вот. Вы пишите также в техподдержку, желательно это писать в чат, и они либо пришлют вам письмо на почту с ответом, что ваш магазин снова в поиске, либо могут даже ничего не написать, а магазин просто появится у вас в поиске. Так, здесь по вопросам все. Дальше там у меня, в принципе, еще была информация про Убоксбрин, я даже не знаю, может быть, сделать по ним отдельный эфир. Так, давайте тогда я поотвечаю на ваши вопросы, и эфир буду заканчивать, и потом его выложу, можно будет посмотреть. Если товар стоит выше 800 долларов, какой будет размер пошлины при доставке в США? Или лучше на посылке указывать сумму меньше, чем 800 долларов, чтобы не платить пошлину? Смотрите, здесь вопрос решается, пошлину платите не вы, а ваш покупатель. Сейчас я вам не скажу точную стоимость пошлины, вы можете ее загуглить, она в свободном доступе, эта информация есть. Здесь вы можете либо заметить на свое усмотрение, либо спросить у покупателя, что вам лучше сделать, эту стоимость занизить, или предупредить его, что ему нужно будет заплатить эту пошлину. То есть по факту он должен сам об этом знать, потому что вдруг вы занизите, а ему это будет не нужно. И у него с этим потом возникнут, допустим, проблемы, если выяснится, что на самом деле товар стоит дороже. Так, всем привет-привет, кто писал. Мартовские посылки встали, на розыск подавала, что возможно еще сделать, чтобы ускорить процесс? К сожалению, вы ничего не можете сделать, потому что эта ситуация у всех, кто видел вчера, я сделала актуальную картинку, почему-то мало кто посмеялся лично мне в директ, вот, про то, что мое лицо, когда пишет очередной клиент, где моя посылка. Потому что у меня сейчас тоже вот клиенты, у которых я веду, каждый день, каждый день, ну там даже не по одному человеку пишут «Добрый день, где моя посылка?» и все. Пишем им письма, как есть на самом деле, как бы да, ну в принципе и все, соглашаются подождать. Есть, наверное, ну меньше 1%, человека, наверное, 2, кто требует возврат, но они, видимо, не верят в то, что у нас пандемия. Ну не у нас лично, а в принципе и в мире. Как бы думают, что их просто обманывают. А так, в принципе, ну все реагируют адекватно, потому что плюс видео на ютубе я скидывала там, я рассказывала про это более подробно, и предложила еще ссылки, которые вы можете также клиенту предоставить. Там идет ссылка о задержках в США на английском языке, но другая ссылка на русском, она просто для вас, чтобы вы понимали, что происходит. Про сокращение рейсов между Россией и США. Заявление на розыск вы пишете на почту России, как бы вы пишете его для того, чтобы, если вдруг, во-первых, ваша посылка вдруг потеряется, то вы сможете рассчитывать на компенсацию за ее утерю. И, во-вторых, вы можете, если что, предоставить клиенту письмо, что вы на розыск подавали. Как бы это тоже его можно как-то успокоить. Если отправиться из склада в Америке в магазине, писать страна отправки Америка, как эти будут воспринимать, что наполнение будет с РФ? Да, вы ставите, что у вас отправка из Америки, эти никак не будут воспринимать. Как бы, ну вы же говорите правду, то есть если бы вы писали Америка, отправляли из России, то были бы проблемы. А так, в принципе, все нормально. Сколько раз писать за линия на розыск? Одного достаточно или чем больше, чем лучше? В принципе, одного достаточно. Ну, смысла писать их много нету, потому что я так понимаю, что они пишутся на определенный трек-номер, и как бы в этом нет смысла. То есть там единственное, что вы можете следить, вам должны будут ответить на него. Если вам не отвечают, то вы можете написать, допустим, еще одну какую-то жалобу на то, что вам не ответили. Если нет никакой реакции на него, то можете смело писать в Твороспотребнадзор. Маша, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли на вашем канале видео о том, как подбирать теги в Мармалит? Честно, я не помню. По-моему, на Ютубе я делала какой-то разбор, и там я показывала, как подбирать теги. Но я не помню, это было через Ерэнк или через Мармалит. Но это видео было, наверное, год назад, мне кажется. Так, вроде бы все. Вначале я вопроса не вижу больше. Я хотела узнать про холдеры для кофейных стаканов. Пользуются ли они ими там, и насколько они популярны там, и как они правильно называют. Да, мы, кстати, отвечали на этот вопрос про холдеры. Смотрите, а вы их вяжете, или из чего вы их делаете? Мы объясняли, рассказывали про то, что, в принципе, то есть, если такие стаканчики продаются, да? Так, сейчас, секундочку, у меня записи, когда стаканчики на эти холдеры, если покупается готовый стаканчик, то они чаще уже идут с такими силиконовыми. Вот. Как бы, если как-то люди хотят кастомизировать их, то они как бы могут заказать что-то интересное, необычное. Но это должно действительно быть не просто там, да, какой-то цветочек или что-то такое. То есть, это как и должно что-то быть такое классное и прогрессивное, чтобы я с помощью этого холдера на стакан то есть, могла себя как-то, ну, показать, да? То есть, там, какие-то, как дополнительный аксессуар, то есть, который вот не как у всех. Название вот то, которое вы писали, используется. И, по-моему, cup holder тоже можно его использовать. Включатель доставки в стоимость товара. Рассказала об этом минут 20 назад примерно. Эфир был, но он просто... Эфир с американцами был, но он не записался, потому что у Инстаграма какие-то дикие проблемы, и он у меня, он затормозил там, в общем, и все. Прокатывает ли то, что мы пишем подарок? Ну, смотрите, во-первых, вы не можете писать другое, если вы никак не зарекстрированы. В принципе, как бы, да, прокатывает, но если вдруг какой-то таможенник до вашей посылки докопается, да, то могут запросить документы. То есть, пока что все нормально прокатывает, все работает. Те же самые Алиэкспресс, уже сколько лет они пишут все как подарок. Подскажите, пожалуйста, если знаете переводчика МК вязания спицами. К сожалению, нет. Не знаю, не могу подсказать. Если кто-то есть переводчик, то либо напишите, я вас порекомендую, либо просто напишите в комментариях, что вы, он и есть. Добрый вечер. Создали указывать реальную цену в форме CN22. Опять же, смотрите, здесь зависит от того, это Штаты или Европа. В Европу очень низкий порог. Сейчас, в принципе, это все решается, то, что для Великобритании ватт, и вроде как с 1 июля стоимость налоговая пошлина будет включаться уже автоматически в стоимость на Этсе. И дальше, как бы, вы уже либо сами эту стоимость решаете там занизить, либо вы спрашиваете у продавца, как бы, нужно это делать или не нужно. Чтобы не было такого, что вы занизили по собственной инициативе, он на этом попался, как бы, и потом у него будет больше просто заморочен. То есть, ну и понятно, что, допустим, если это какая-то, ну, занижение стоимости не сильно большое, да, там, я не знаю, у вас там товар стоит 30 евро, порог 22, то, как бы, небольшое идет. А если товар стоит 500 евро, а вы пишите 22, ну, мне кажется, могут возникнуть какие-то проблемки, если это спалится, грубо говоря. Со всеми от времени заниматься магазином, что скажете про передачу управления магазина другим лицам? Был ли похожий опыт? Ну, смотрите, я веду магазины, но, то есть, я со своими клиентами уже, с кем-то, по-моему, даже уже два года, то есть, ну, от года до двух лет, и, как бы, у меня с ними уже полное доверие, они знают меня, как бы у нас все ок. А дальше, как бы, ну, здесь вы должны быть уверены, что это за человек, есть ли у него какой-то, может быть, опыт, то есть, что, в принципе, он знает, что он планирует делать. Потому что мне писали девочки, что нанимали менеджеров каких-то, по-моему, вот Emotional Keramics писала мне, и, как бы, опыт был не очень хороший. И недавно делала девушке одной аудит-магазина, она сказала, что ей тоже писали названия менеджера, которых она нанимала, то есть, теги. Вот, и там было очень большое количество ошибок, ну, причем, очень-очень таких вот, ну, даже не то, что глупых, ну, очень даже, наверное, примитивных каких-то ошибок. И вот я ей все это рассказывала, что ей нужно исправить, как это сделать. Поэтому такой, как бы, вот, знаете, вопрос очень тонкий. Еще оба случая, что, то есть, находили какого-то человека, да, то есть, который, допустим, там, либо занимается инстаграмом, ну, если уже какой-то не компания, я не знаю, бренд, наверное, маленькое производство, и у них есть человек, который занимается, допустим, продвижением на Etsy. Его отправляли ко мне на обучение, и этот человек потом уже занимался также в денье магазина. То есть, вот такой вариант, как бы, тоже возможен. Рисую на них изображение как раз. Да, вот если вы рисуете на этих холдерах изображение, либо какую-то персонализацию, то это может зайти, в принципе, и может быть прикольно. Но вам нужно посмотреть, на какие стаканы он может подойти, и какие стаканы сейчас используются. То есть, сейчас, потому что используются стаканы не обычные кофейные, да, а те, которые многоразовые чаще всего. Есть те, которые, допустим, собираются, я знаю, сейчас популярные, либо, как бы, ну, обычные, стандартного какого-то размера. Добрый вечер, в апреле продажи встали. В марте было 10 нишевого украшения. Что делать? Или это закономерно мои действия, обычные, как в марте? Честно, здесь я вам не могу сказать, потому что я не знаю, что именно у вас происходит в магазине, то есть, что у вас с посещаемостью, она такая же, либо она у вас упала. То есть, ну, что именно вы делали? Может быть, на что-то был спрос, может, какой-то ваш товар, ну, один продавался, либо разный товар, да, может, какой-то ваш товар попал на хорошие позиции. То есть, здесь, может быть, абсолютно разные варианты. Расскажите, по складу в Америке есть ли опыт? Лично у меня опыта нету, эту тематику я знаю. Есть компании, которые предоставляют вам склады в Америке. То есть, в принципе, вы пользуетесь их услугами, но здесь подходят только для товара, которые без персонализации, то есть, да, у вас должен быть товар уже готовый в наличии. Вы отправляете их на этот склад, и потом получается, что с этого склада товары отправляют вашим клиентам. То есть, здесь все именно вас интересует, какие компании этим занимаются, какие есть минусы, сколько это стоит или прочее-прочее. Но по стоимости нужно узнавать уже именно у компании, то есть, там также будет зависеть от вашего товара, от его количества. Делаю заик с вышивкой имени. Для детей какие теги использовать? По детской теме или для мам больше? Например, мама в декрете и тому подобное. Смотрите, по тегам я вам здесь сейчас не скажу, в паре слов, но для мамы в декрете нет, не нужно использовать. Ну, как бы, как? Вы же не будете искать? Это же игрушка не для мамы в декрете. То есть, я бы не искала заик с вышивкой имени для мамы в декрете, зачем она не нужна. Это же для ребенка у вас получается, ну, что, подарок, игрушка. То есть, игрушка какая? Для чего она? Она для декора, она для игры, для сна. Как бы, от этого уже отталкивайтесь и смотрите. Сколько стоит введение магазина? Я на введение новых не беру, потому что вот у меня, как бы, люди, с которыми занимаюсь много времени, пока что, вроде бы, никто из них не собирается уходить, поэтому на новые у меня, к сожалению, нет времени. Можно ли убрать в shipping profile стандартную доставку и оставить только DHL, например? Вы можете сразу поставить доставку DHL. То есть, уберите стоимость, которая у вас пообычной, и оставьте только ее. Так, в принципе, вопросы пока что закончились. Пока что я расскажу, что эфир я выгружу на YouTube. Он будет висеть там. Если вы смотрите видео на YouTube, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Когда планируете эфир про Боксбери, скажите, пожалуйста, был ли положительный опыт? Пока что, честно, не знаю. Я пока что даже его не планировала, просто хотела сейчас рассказать, но думаю, что лучше сделать отдельный эфир. Я читала... Ну, меня... Я Боксбери еще не отправляла. Я читала, что пишут в группах. Вот. И пока что была парочка положительных отзывов. И негативные отзывы тоже есть. То есть там есть определенные нюансы в Боксбери. И я так понимаю, что, к сожалению, они, видимо, не смогут стать хорошей альтернативой. Потому что есть случаи, что тоже так же отправили люди посылку. Сроки обещали одни, а сроки сейчас они снова не выполняют. Потому что проблема во всем мире, как бы, да, а не только там у Почты России. И, видимо, у Боксбери те же самые проблемы. И они также теперь кормят людей обещаниями о том, что посылка будет скоро доставлена. И недавно мне писала подписчица, что она тоже попробовала отправить Боксбери. Но это было буквально 3-4 дня назад. Поэтому я думаю, что пока что еще ничего не случилось. Ну, в плане того, что она еще пока что не может оставить отзыв. На сегодня сошла в группу Боксбери по России ВКонтакте. И про Россию я смотрю, у них прям все очень плохо. И прям там они пишут какой-то пост, как у них там все классно, какие-нибудь крутые показатели. И просто внизу куча комментариев, которые пишут, как вам не стыдно обманывать клиентов. Где моя посылка? Моя посылка там из Москвы до Ростова. Уже там, не знаю, идет месяц вместо трех дней. Ее никто не может найти. И там просто огромное количество таких сообщений. Либо сообщения о том, что посылка пришла какая-то помятая, там, не знаю, поцарапанная, разрезанная. И про то, что сотрудники очень плохо отвечают. Мне тоже писали в личку люди о том, что, когда я рассказывала про Боксбери за границу, о том, что по России Боксбери доставляет очень-очень плохо. Но сейчас, в принципе, и Почта России хорошо доставляет по России. Там даже есть доставка до двери, насколько я знаю. И сроки между городами маленькие, то есть там, наверное, даже от двух до пяти дней, насколько я знаю. Где стоит написать о том, что существуют проблемы с доставкой? Вы можете сделать текст и добавить его как фотографию. Вы можете сделать это в аннусменте. Вы можете прописать это в ваших шоу-полисе. В принципе, вот. Ну, и как бы, если в листинге делать нужно обязательно, чтобы ваш клиент это увидел, потому что человек, который видит ваш листинг, не факт, что он видит ваш магазин. Но я очень надеюсь, что проблемы, которые возникли сейчас в феврале-марте, что они устранятся наконец-то, и посылки, которые сейчас уже будут отправлены, они нормально будут идти. Кстати, если кто-то, кто отправил посылки вот уже сейчас, в конце марта, и движение уже нормально идет. Потому что я знаю, что то есть тоже у клиента посылки они февральские стоят до сих пор, а те, которые были отправлены в конце марта, они уже, то есть на территории США, допустим. В России, почта России отлично доставляет. Вот, да, на самом деле, так и есть, как бы, с этим у них все хорошо. Да, раньше тоже они же и в Штаты хорошо доставляли, до пандемии, вот пандемия прям вообще на самом деле очень все сильно подпортила в плане доставки почты России. Потому что штатно-доставка, то есть все нормально наладилось, и доставка была, то есть там, ну, в среднем 10-14 дней, то есть это прекрасно было, просто прекрасно. И, в принципе, летом тоже более-менее нормально все стало доходить. И вот, видите, снова сократили рейсы, начались задержки на Рождество, но это была проблема у почты USPS США, и вот сейчас то, что проблема вот с этим вот, с отменой рейсов, с новой волной пандемии, с новыми штаммами, вот. Как бы, поэтому все снова и случилось. Я отправляла конец марта, начало апреля, ждет отправки в общую таможенную. Ну, вот, в принципе, как и у всех. А, начало апреля, конец марта, я поняла еще рано. В марте в США и в Австралию дошли без проблем. Отлично. Значит, какие-то есть подвижки позитивные, подвижки к успеху. Все, ребята, тогда эфир я заканчиваю. Спасибо всем, кто пришел. Если будут вопросы, пишите их, что в директ, я также буду их собирать и проводить эфиры и отвечать на них. Все, пока-пока. Сейчас он просто пишет, я почитаю. Благодарность. Можно поподробнее по поводу инвойса сделать видео. Да, он и есть у меня в планах про инвойс для Великобритании. 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 Субтитры создавал DimaTorzok